Дом 1953 года постройки архитектора Кузнецова. Типовая старинка, таких на безымянке несколько штук. Сегодня эти дома являются объектами культурного наследия, но больше полувека они не видели ремонта. На стенах были трещины, балконы разрушались. Вид углового здания на улице Победы оставлял желать лучшего. Чуть больше месяца назад здесь начался капитальный ремонт. Ремонт многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, существенно отличается от ремонта обычных многоквартирных домов. В первую очередь потому, что в обязательном порядке на дома-памятники мы обязаны разработать научно-проектную документацию. Научно-проектная документация должна пройти обязательное согласование в управлении государственной охраны памятников. Дом на Победе – один из первых, который привели в порядок по программе фонда капитального ремонта. На восстановление фасада затратили 10 миллионов рублей. Подрядчики заменили штукатурку, покрасили, отремонтировали балконы и восстановили уникальную богатую лепнину и декоративные элементы с растительным орнаментом. Справились за 35 дней. Частично архитектурные гипсовые элементы были разрушены. То есть в нашей организации поднимались архивные данные, которые должны были быть там элементы. То есть делали замеры, все делали. У нас есть гипсовые мастерские, где мы делали формы, наподобие этих форм, которые были. И заново все это из гипса делали. Лепнину покрыли современными красками. Она должна прослужить несколько десятилетий. Жители обновленным обликом довольны. Так же, как и собственники квартир в доме номер 100 по улице Аэродромной, где положили новую кровлю. Конечно, вот я инженер, да, но я же не кровельщик и многие вещи не понимаю. И в принципе все подсказывали, созванивались, все вопросы решались, в общем-то, очень аккуратно, без всяких скандалов. В Самарской области больше 300 домов, которые являются объектами культурного наследия. В следующем году на улице Победы будут отреставрированы дома номер 103, 105 и 107. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События.